Греки, румыны, многие-многие национальности проживаются на территории Крыма. Всех их перечислить не получится, потому что времени у нас элементарно не хватит. А сейчас мы поговорим подробнее о болгарах. Кстати, что знаешь о болгарах? О болгарах я мало что знаю, к сожалению. Поэтому я бы хотела сейчас напрямую выяснить это у представителя общественной организации, и я тебе, Стефан, оставлю ненадолго, местной болгарской национально-культурной автономии городского округа Симферополь. У нас в гостях Хинеса Лукьяненко. И как раз-таки мы поговорим о болгарах, которые в Крыму проживают. И даже не просто об этом, а о этнотуре, о котором недавно говорили все СМИ. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что это за этнотур? Этнотур. Ну, во-первых, хочу сказать, что региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым по Иссея-Хелиндарска в этом году празднует свое 25-летие. И этнотур посвящен именно 25-летию, который пройдет под девизом «Нам есть что показать». Да, так громко звучит, но нам действительно есть что показать. Этнотур посвящен святым местам болгар. Пройдет он в течение двух дней. Это такие некие туры выходного дня. 20 октября мы посетим Севастополь, Инкерман. Это те места, которые связаны с Кириллом и Мефодием, с созданием славянской письменности. А 26 октября мы поедем по местам переселения болгар. Это Восточный Крым, это Топловский монастырь, где монахиней была наша болгарка, святая Константина или святая Параскева. Далее это Кишлав, это старый Крым, который по-другому называют болгарщина, где и пройдет, в принципе, заключительный такой небольшой, скажем так, душевный, семейный концерт болгарской культуры. А вот вы говорите «мы», а вот мне все интересно узнать, кто же это «мы». Мы и мы, мы болгары. Я понимаю, например, болгарская семья, большая. Очень большая. Сколько человек и будут ли это жители вот именно из Болгарии? Из Болгарии в этом году, может быть, кто-то и приедет, но в основном это нацелено на тех членов общины, которые живут, продвигают, поддерживают болгарскую культуру именно непосредственно здесь, в Республике Крым. Это порядка 80 семей. Я не буду говорить численность, так как много смешанных браков, но так принято у болгар, что если у тебя даже жена, муж, русский, украинец, татар, без разницы. Это уже болгарская семья. Но вот вы сказали 80 семей. Я так понимаю, что перепись населения, которая проводилась в 2014 году, она показала, что болгар не так много остается в Крыму. Да, я же вот поэтому и говорю, что смешанные семьи. Поэтому некоторые себя считают болгарами, то есть чистокровными. У некоторых, допустим, папа русский, то есть они уже себя больше причисляют к русским. Но в любом случае это семьи. Они приходят, они интересуются. Кровь не вода, как говорят у нас болгары. Ну а вот все-таки количество болгар, можно сказать, растет или уменьшается? Вы знаете, растет. Растет? Да. У нас очень много молодежи в общине, которая стала достаточно активной. А в чем проявляется эта активность? Участие в различных мероприятиях, участие в жизни общества. Это дорогого стоит. Наверное, они же пытаются воссоздать национальные праздники, традиции болгарские. Познакомьте нас с традициями, потому что вот я признаюсь, да, проживая в Крыму, очень мало знаю о болгарских традициях. Наверное, к сожалению. Да, все-таки вот смотрите, традиции болгар, если это касается непосредственно праздников, они связаны все-таки с цикличностью природы, цикличностью сезонов. Это зимние праздники, допустим. Коляда, Сурва – это такое празднование Рождества, Нового года. Трифон-Зарезан – это, наверное, уже такой достаточно известный, популярный праздник в Крыму, так как мы его празднуем каждый год и с огромным размахом. Так, чтобы участвовали все. Так, подождите, тогда давайте на этом остановимся. Я так понимаю, это самое интересное, самое масштабное мероприятие. В чем оно заключается? То есть, в чем заключается празднество? По масштабности я не скажу, что это самое масштабное, так как мы стараемся каждый праздник показать так широкой душою, как говорится. Трифон-Зарезан – это праздник виноделов и виноградарей. Празднуется в феврале месяце. Есть такой обычай на Трифон-Зарезан выбирать царя вина. Каждый год это новый человек. Передается такая инсценированная корона в виде лозы с виноградом. Это целый обычай, подрезка винограда где-то в поле. То есть, ну, это все интересно, это нужно увидеть хотя бы раз. И я думаю, что вы будете постоянными гостями у нас. Ну, я надеюсь, что вы нас приглашаете, и не только нас, конечно же, присоединиться к вашим праздникам. Это очень интересно. Вы нас заинтриговали, и это еще раз дает нам повод лучше изучать тех, кто живет рядом с нами, наших соседей, наших друг друга. Также мы вас приглашаем поучаствовать с нами в Этнатуре. Я думаю, вам понравится. То есть, все желающие могут принять участие? Пожалуйста. Здорово. Спасибо большое. К сожалению, очень мало времени у нас остается. Я напомню, у нас сегодня в гостях Инесса Лукьяненко, заместитель председателя общественной организации «Местная болгарская национально-культурная автономия городского округа Симферополь». «Местная болгарская национально-культурная автона».